ТОЯМСКАЯ МЕРИЯ ТОЯМСКАЯ МЕРИЯ Я часто пользуюсь ими, я отлично знаю, что вот на этой остановке зайдет слепой, с такой гладкошерстной большой белой собакой. На следующей остановке зайдут дети из школы для умственно отсталых. Эти дети едут молча, но иногда вот так скрикивают ужасно пронзительно, как ночные птицы. И все пассажиры делают вид, что, ну, ничего, ничего не случилось. Вот. И много лет я ездил на этих трамваях то профессором университета ТОЯМА, то белой собакой с поводырем, то самым последним двоечникам из школы для умственно отсталых, но только со своими русскими мыслями, со своими воспоминаниями о своей стране. И оттуда это стихотворение. Не вступились звери за него, люди за него не отомстили, только для удобства своего рельсы и вагоны сохранили. Где бы только, в Стужу или в Май, по Таяму или Могилеву, не звонил раздолбанный трамвай, он всегда звонит по Гумилеву. И последнее стихотворение.